Уважаемые депутаты Тюменской областной думы, уважаемые почетные граждане, представители власти, науки, культуры, деловых руков, местного самоуправления. Дорогие и мероприятия, иногда, чтобы верно оценить текущую ситуацию, структуру стоящих перед нами вызовов и угроз, а также состав ресурсов, которыми мы располагаем для их преодоления, необходимо как раз отвлечься от сиюминутных забот, приподняться над повседневной рутиной, вспомнить, кто мы, откуда мы и куда мы идем. Вспомнить, о чем мы мечтали 10 лет назад и осознать, сколько многое из того, о чем мы тогда мечтали, осуществилось. Наши успехи неоспорены. Стабильный естественный прирост населения, увеличение рождаемости количества многодетных семей, продолжительность жизни, а значит ее качество, более чем трехкратный рост промышленного производства, фактически вторая индустриализация области, причем за счет многовекторной диверсификации региональной экономики. Более чем четырехкратный рост инвестиций в основной капитал, почти четырехкратный рост объемов вводимого жилья, 500 километров построенных и реконструированных дорог, 45 мостов, в более чем в четыре раза увеличилась заработная плата работников в бюджетной сфере, средние душевые доходы населения почти в три с половиной раза. Соответственно, в строя вырос объем розничной торговли. Конечно, тут надо делать поправку на инфляцию, но тем не менее мы стали намного зарыточнее. Кардинально преобразилось, гораздо чаще стала радовать глаз сама среда нашей жизни. Не только областной центр, не только духовная столица Сибири-Токольск, но и другие города и сельские поселения. Реализуются масштабные социальные программы, причем доступ к ним стал гораздо удобнее, благодаря сети многофункциональных центров «Мои документы». А какое живого будущее сделали наши медицинские и образовательные учреждения? Все это очевидно не только для нас самих, но и для федерального центра, и для независимых аналитических служб. Высокие места в основных рейтингах регионального развития уже давно стали для Тюменской области привычным делом. Я даже не буду перечислять последние поступившие данные. Теперь мы скорее обращаем внимание не на достижение такого рода, а на недостаточно быстрое продвижение по различным оценкам. На те случаи, когда Тюмень по какому-то показателю оказывается за пределами первой десятки субъектов Российской Федерации. И правильно делаем. Потому что изменилась сама точка отсчета. Тюмень стала регионом-пионером, регионом-лидером. И эта перемена уже необратима. На меньшее мы не согласны. Но в чем глубинная, корневая причина наших успехов? В годы благоприятной экономической конъюнктуры ей могли воспользоваться все. Почему Тюмень воспользовалась ей лучше многих? Когда настали трудные времена, они опять же настали для всех. Почему именно Тюмень демонстрирует уникальную устойчивость к потрясениям? Я много думал об этом и, кажется, нашел ответ. Потому что все это время наша политика была не только продуманной, рациональной, стратегически выверенной, хотя все это правда, но прежде всего потому, что наша политика была честной. Мы никогда не кривили душой перед Федеральным Центром, не выпрашивали подачи и послабления. Тюмень была и остается одним из отомных регионов России с честью и ответственностью, исполняющим свою особую миссию. Мы честно и прозрачно строили отношения с другими субъектами Федерации, прежде всего с нашими северными партнерами и друзьями, пожалуй, даже родственниками. Мы никогда не обманывали инвесторов, ни заубежных, ни российских. Мы всегда вели себя честно с региональным предпринимательским сообществом и вместе с ним выстраивали прозрачные, понятные правила игры. Мы всегда были честны с муниципальными образованиями, с бюджетниками, с горожанами-зелянами, с пенсионерами, со всеми людьми, нуждающимися в особой социальной поддержке за бюджетниками. Просто мы никогда и никому не давали несбыточных обещаний. И мы всегда, честно, на последнем напряжении сил исполняли эти обещания. А если все же что-то не получалось, то мы опять же честно объясняли почему. Это приматание как-то нас не погладило. В ответ мы неизменно встречали понимание и поддержку. Очередное и очень важное свидетельство тому недавние выборы в Государственную Думу Российской Федерации и Тюменскую областную Думу. Я имею в виду не столько то, как распределились политические предпочтения, это личное дело каждого гражданина. Я имею в виду прежде всего активность тюменских избирателей. Знаете, в древних Акинах был очень бурный закон, кто во время бурного спора противостояния внутри общины не встает ни на одну из сторон, то должен быть лишен гражданства. Потому что тот, кто отказывается проявить свою позицию, кто остается сидеть на заваленке, ведет себя не как гражданин. И своим безразличием предает отечество. Тюменцы же поступили как граждане, так уж наш закаленный история характера. Тюменцы в очередной раз подтвердили, что в нашем регионе действует общественный договор между властью и обществом. И действует он, потому что заключен на честных условиях. Итак, наша сила в честности. Они вообще, ясно, связаны друг с другом. Они друг другом питаются. Как писал в своих дневниках Михаил Кричин, правда приближается к человеку в чувстве силы и является в момент решения бороться. Бороться за правду, стоять за правду. Давайте же честно взглянем на наше нынешнее положение дел и на наши ближайшие задачи. Год был трудным, но даже в этих условиях мы добились многого. Иногда даже сверх собственных ожиданий. За первое полугодие инвестиции в основной капитал выросли на 40%. Прибавка составила почти 40 миллиардов рублей. Конечно, больше половины ее дали наши плагманы, прежде всего Сибор Холдинг, уже давший первый миллион тонн тюменского полимера, а также Уванский проект Роснефти, вышедший на стабильную планку в годовой добычу в 11 миллионов тонн. Антипинский МВЗ, на котором глубина переработок, только что достигла рекордных для отрасли 98%. УГРК странит буквально два месяца назад, давшая первый миллион тонн тюменского металла. Аминосит, вносящий огромный вклад в решение общенациональной задачи импортозамещения. Кстати, всего в соответствующих федеральных планах участвуют уже 57 тюменских предприятий, а есть еще и региональные планы. Но для нас важны все инвесторы, не только гиганты, но и средние, и малые. Важны все те, кто верит в тюменскую область, вкладывается в нее, создает новые рабочие места. Поэтому я хотел бы особым образом поблагодарить и Николая Тихеровича Мамонтова, и Алексея Евгеньевича Кремлева, и Александра Владимировича Кураша, и Вильгельма Зоненберга, и Андрея Антоновича Ливенца, и Ирину Федоровну Очинович, и Владимира Леонидовича Лукошина, и многих-многих других. Все вы наши соратники и сподвижники, родители земли тюменской. В этом году заработали новые инфраструктурные элементы поддержки диловой активности. В августе открыт первый индустриальный парк в поселке Боровский, в аренде уже половина его площадей. До конца года будет запущен второй в Багандинске. Неплохо стартовал индустриально-логистический парк БСК-500. А значит, резиденты этих парков доверяют разработанному нами широкому спектру инструментам налоговой, финансовой, операционной поддержки. Вот что бывает, когда дела идут честно. Наконец, двинулось с мертвой точки наше лесное хозяйство. Новые проекты Топольском, Уваском и Севском районах кратно увеличат объем делового использования этой весны. И должны дать по нашим расчетам более трех тысяч новых рабочих мест. Традиционно радуют аграрии. Овочеводы из Тюменского района, животноводы из Нижней Тандреи Голошманова, юргинские птицеводы и многие другие. Еще семь лет назад доля местных продуктов в розничном обороте региона составляла всего 10%. Сейчас 48%. И это далеко не предел. Особо хочу подчеркнуть достижения нашей строительной области в условиях количественного сжатия, достигающей качественной стрибы. Приведу несколько примеров, очень разных, но каждый из них по-своему красновещий. Например, два года назад правительство региона рекомендовало строителям, чтобы поддержать падающий спрос, выводить на рынок жильевый эконом-класс, преимущественно с готовой отделкой. Сегодня так поступают уже более половины крупных застройщиков, да еще и дополняют свои предложения мебелью, причем мебелью тюменского производства. Например, в этом году, несмотря ни на что, будет завершена многолетняя реконструкция аэропорта Рощина. Десять лет мы говорили о лекарх о категорическом условии повышения инвестиционной привлекательности регионов. И вот, наконец, дело состоится. Например, это очень важный момент. До конца этого года будет досрочно с опережением на восемь месяцев выполнена действующая региональная адресная программа рассерения аварийного жилищного комбината. Разумеется, за ней тут же последует новое. Потребуется еще пять лет, чтобы разобраться с аварийным жильем, признанным таковым после 1 июня 2012 года. И мы это сделаем. А как динамично меняется наше образование? Всего год назад появилась областная специализированная физико-математическая школа. И уже появились первые серьезные успехи. Совсем недавно, в конце октября, текущего года, воспитанники областной физико-математической школы приняли участие в международном математическом турнире имени Калматорова. Следует отметить, что за всю нашу историю регион на таком престижном интеллектуальном состязании был представлен впервые. По результатам турнира юминская команда заняла второе место в категории учащихся 9 классов. Это при том, что команда состояла лишь из числа восьмиклассников нашей физико-математической школы. А в этом году открытый химико-биологический профиль. Образцово-быстрая реакция на недавно выявленную потребность региона в развитии инновационных биоинженерных технологий. По всей области создаются классы корпоративного партнерства. Их уже восемнадцать. Елутовский заработал российско-германский Центр непрерывного аграрного образования. Вообще, одна из главных наших побед то, что удалось радикально повысить престиж среднего профессионального образования. В этом году конкурс на целый ряд специальностей в колледжах и техникумах составил от 4 до 9 человек на место. Успехи наших молодых мастеровых получают объективное подтверждение. Только посмотрите на результаты последнего национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Пять тюменских участников, пять медалей. Без пробных. Да и в высшем образовании мы начали исправлять старый перекос в пользу гуманитарно-экономических специальностей в ущербочнейшем для нас естественно научным и инженерно-техническим. В 2016 году доля последних в общем наборе составила 63 процента, а еще недавно была меньше половины. Это безусловная победа и не только наших университетов. Это победа всего региона, победа здравого смысла. А здравоохранение продолжает развиваться наш медицинский город, наша высокотехнологичная медицина. Причем год назад я говорил о том, что этот сектор имеет все шансы превратиться в своего рода инвестиционный магнит области. Пожалуйста, в этом году к нам пришел с самыми серьезными намерениями один из лидеров рынка группа компаний «Мать и Дети». Но есть неоспоримые успехи и в массовом сегменте. Повышение доступности и качества обычных услуг, которых нуждается каждый. Повсеместно внедрена электронная медицинская карта пациента. Осуществляется переход на безбумажный рецепт. Организована дистанционная запись в врача. Тюменская поликлиника номер 5 заняла первое место в конкурсе Министерства здравоохранения России. Поликлиника начинается с регистратуры. Из примерно тысячи участников. Спустя в осенне. Потому из таких мнимых мелочей складывается социальная ткань, качество и комфорт у всемирной жизни. Откуда ее конкретные, живые, самоотверженные люди? Иначе как честным трудом доверие сограждан не заворачиваешь. Не могу не упомянуть об осуществленных в этом году необычных проектов. Сила доверия и спасибо учить. Не могу не назвать хотя бы тех, кто собрал по итогам наибольший урожай любви и признания. Полина Истапкина-Третьякова из 34-й Тюменской школы, Наталья Владимировна Грицарь из 40-й, Наталья Александровна Бектурканова из 12-й гимназии, Елена Владимировна Дик из поселка Вензели и Надежда Михайловна из Завода Уклоса, Кина Робертовна Болдырева из перинатального центра, Александр Иванович Мунтий, врач-хирург Аббатского филиала областной больницы номер 4, Иослав Мугатинович Рустамов, врач-травматолог из города Допольск. Присоединяем к голосам тюменцев свою личную благодарность этим людям. Не забудем и об уникальных событиях, значение которых далеко выходит за пределы 2016 года и еще долго будет отзываться радостным эхом в наших сердцах. Олимпийские медали Юлии Ефимовой и Натальи Узючиной. В честь проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года важнейший шаг к превращению Тюмени в мировую столицу этого сверхпопулярного билоспорта. Осуществленная в нашем нейроэкологическом центре невероятная операция на головном мозге семилетнего мальчика, страдавшего эпилекцией и теперь избавленного от страшного недуга. Да, мы взяли немало высот, но это не значит, что будущее безоблачное. Честно предупреждаю, в следующий год станет для Тюменской области еще более напряженным, чем уходящим. Многое в нашей жизни, в нашем способе ведения дел должно измениться. Прежде всего, потому что предстоит новое ужесточение рамочных условий нашей жизни, прежде всего условий финансов. Налог на прибыль против 2016 года уменьшается на 7,5 миллиардов рублей. Причин там много. На заводе очень основные. Централизация федерального бюджета, части налога на прибыль и рост налогового времени на нефтяной области в виде налога надо тоже полезть ископаемых. Вы знаете, что я прямо и открыто сомневался в справедливости этих инициатив. Но если решение принято, оно будет исполнено. А мы обязаны выработать адекватные меры быстрого адаптивного реагирования. Тем более, что позитивная перспектива такого реагирования ясно обозначена. Дальнейший рост генерируемой в регионе прибыли обеспечит нам возвратный транспорт из федерального бюджета. Что же, значит мы будем расти. Как сказал русский поэт Николай Заков, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ним. Не впервые. Что для этого понадобится? Назову несколько ключевых пунктов и сразу же адресуру их общее центральное смысловое явление. С одной стороны, мы должны мобилизовать все наши наличные ресурсы витерных. С другой стороны, мобилизация, о которой я говорю, ни в коем случае не должна подниматься как закручивание древних. В конце концов, мобилизация по буквальному словарному значению термина есть приведение в движение. помните девиз капитана Немо и его мобилиз и мобилиз подвижный подвижный. Таким мы должны не впадать ступор посреди бурных потоков современности, а нам против опередить их и оседлать волны. Итак, пункт первый. Распоряжение бюджетными средствами должно стать не просто рациональным рассчителем. К этой цели мы идем уже давно и немалую часть пути прошли. Теперь же оно должно в одно и то же время быть телеграммным по своей точности и безупречным по своей результативности. Бюджет не способ потратить деньги, а способ их прирастить и приукножить. Рецепт успеха тут тоже честность. Приведу простой пример. Наша практика формирования формов развития территории. Да, в них не такие уж большие средства. хотелось бы направить на это гораздо больше, как в общем и на любые другие. Но те средства, которые есть, должны выделяться тем и только тем, кто их действительно заслужен. Отмечу Магайские, Сенские, Нижнетангинские, Тобольские районы, в которых добились устойчивого роста собственных налоговых доходов более чем на 5% доходов. Более того, скажу пока осторожно, появилась надежда, что некоторые наши муниципальные образования в ближайшее время смогут уйти от дотационной зависимости, смогут собственными силами покрывать собственные потребности и обеспечивать исполнение своих полномочий. Если такое произойдет, это станет революционной переменной. Поэтому бюджеты развития муниципальных образований мы будем не просто поддерживать, но и в максимальных пределах возможно наращивать. А сам этот опыт должен стать модельным для всех остальных распорядителей и получать бюджетные средства. Народная образь иногда бывает грубовата, но стоит десятки философий. Как потопаешь, так и побываешь. Пункт второй. Надо решительно пересмотреть наше отношение к такому вроде бы привычному понятию как производительность труда. Это совсем не только экономическая категория, тут вопрос культуры, социальной технологии, личностных и коллективных установок. Вы знаете, что именно по производительности труда Россия и Тюменская область тоже существенно отстает от передовых экономик мира. И не потому, что мы мало работаем, кого не спросить, сверхтого вы как заведенного, а потому, что для нас целью труда слишком часто оказывается сам процесс, а не результат. Вообще-то как раз такой труд называют мартышки. и не надо думать, что проблему можно решить плод простым материальным стимулированием. Конечно, все хотят получать побольше, но мировой опыт давно показал, что прямой конвертации вознаграждения в результат не происходит. Как гласит предание, один советский писатель как-то кричал в Муфете Дома и Театр, сравнивая себя с двумя графами Толстым. Если бы не платили как Алексею, я бы писал как Лев. Так не бывает. И у нас так не будет. Чтобы повысить производительность труда любого, в том числе труда государственных и муниципальных служащих, мы должны по-новому отстроить организационный десайн нашей деятельности. Отладить все цепочки внутри и межведомственных взаимодействий, а также взаимодействий с негосударственными партнерами, с бизнесом, наукой, гражданским обществом. Добиться того, чтобы критерием оценки любого действия стал не сам факт его завершения, а его содержательная целесообразность, то есть буквально адекватность поставленной цели. Что изменилось в мире по итогам твоей деятельности? Не в фантомной реальности с правок и отчетом, а в мире, в человеческой жизни. Вот о чем надо каждый день спрашивать себя и тут. Именно этот смысл внедряемый сейчас на генеральном и на региональном уровне технологии проектного офиса. Тюменская область, как это нам свойственно, находится в числе регионов, апробирующих эту инновацию, прежде всего в сфере привлечения и поощрения инвестиций. Благодаря ей мы сразу же увидели наши слабые русские места, выявленные инвестиционным рейтингом агентства стратегических инициатив и совершенно конкретные, иногда или электральные в исполнении способов крошек. Пятое место в этом рейтинге плюс 10 позиций к прошлому году законный повод для гордости. Многие могут нам позавидовать, но если присмотреться к структуре, формирующей интегральную оценку показателей, становится заметно, что по некоторым из них мы топчемся на месте, а по отдельным даже возбудительным образом упали. Огромное количество усилий и времени расходуется в пустую, с минимальным коэффициентом полезного действия. У нас есть колоссальные резервы экономии, оптимизация, повышение эффективности институтов и процедур. Мобилизуем их, обеспечим дальнейший рост областной экономики. И возможно с благодарностью будем вспоминать нынешние испытания. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Пункт третий. Дальнейшая концентрация интеллектуального ресурсовности. Я подобно говорил об этом в прошлогоднем послании. Хочу еще раз подчеркнуть. Превращение умений в научный, образовательный, инновационный центр не только национального, но и транснационального уровня не прилип категорически императик. Наши школы, техникумы, университеты, исследовательские и инжиниринговые центры по сути представляют собой не менее важные по своему значению, по своей потенциальной отдаче на единицу вложений драйвера роста, чем заводы, скважины, фермы и теплицы. Потому что только благодаря им мы можем преуспеть на главной арене современной глобальной конкуренции, на той, где сражаются зумы и мозги. Мы хорошо знаем выражение утечка мозгов, знаем, как пострадала от этого явления Россия, причем не единожды в своей истории. А ведь в английском языке у него есть зеркальный эволюет приток, приращение мозгов. Потому что если где-то что-то исчезает, то где-то оно обязательно проявляется. Так вот, в Тюмени не только город, но и область целого должна стать местом такого притока. Она уже не становится. Только за 2016 год мы смогли привлечь в региональные образовательные и научные учреждения десятки ведущих российских и зарубежных экспертов. В том числе в формате приглашенных профессоров, о необходимости развития которого я тоже говорил год назад. Они не просто читают лекции и проводят мастер-класс. Они открывают свои лаборатории, разворачивают долгосрочные программы. невзирая ни на какие трудности эту работу нужно продолжить и расширить. Как хочется думать и о том, чтобы для талантов, растущих на самой тюменской земле, она оставалась лучшим местом для жизни и карьеры, для приложения своих сил. Думать, делать и не гивать на кризисные явления. Потому что кризис у нас и в стране и в мире не столько экономический, сколько ментальный. Соответственно, и преодолеть его можно только силой разума и воли. И поэтому мы будем не сворачивать, а расширять нашу работу по устройству городов, общественных пространств, комфортной во всех смыслах среды питания, работы, досуга и передвижения. Не только эстетически, но и вполне прагматически соображен. иначе нашу жизнь не сделаешь качественно богаче, иначе не сформируешь новые мотивы и стандарты творчества и труда, иначе и интеллект не привлечешь. Умные, желающие много, интересно работать человек, в грязище, в няше, как еще недавно говорили в Тюмени, жить и работать не станет. Само собой, здесь сократившимися ресурсами придется маневрировать умнее и рачительно. Да, мы продолжим жилищное строительство, обновление коммунального хозяйства, развитие дорожной инфраструктуры, накопление экологического благополучия, но это системное благоустройство должно быть дополнено энергичным очеловечиванием нашего непосредственного окружения. Сейчас важны не столько мегапроекты, сколько сетевые, формирующие особую атмосферу начинания. Глупо говоря, можно внухать огромное средство умощения гранитом единственной площади, а можно заново освятить, заново осветить, оснастить скамейками, урнами, облагородить целый квартал. А даже новые таблички с названиями улиц и набирания домов меняют восприятие всей территории. идти над вторым путем, причем вместе с гражданами, вовлекая их в эту работу. Кстати, настоятельно рекомендую муниципалитетом, решающим, как распределиться средствами бюджетов развития, действовать именно так, иначе не будет ни развития, ни бюджет. Четвертый нам придется полностью пересмотреть устоявшийся взгляд на всю сферу публичной коммуникации и информационной политики. Без постоянного, многостороннего и, главное, результативного обмена мнений, идеями, критическими и конструктивными предложениями треугольники власть, бизнес, общество, безоперативной в режиме реального времени коррекции позиций плана, выход в Тюменской области на новые рубежи развития не осуществил. Слишком быстро меняется ситуация и слишком много факторов на нее влияет. Причем как своей активностью, так и своей пассивностью нередко граничащий саботаж. Опять-таки приводит небольшой, но показательный модельный пример. Наша долгая компания по логоустройству дворных территорий и в Тюмени, и в других городах. Помните, как все начиналось? Профильные службы заезжали вокруг, что-то там меняли в соответствии со своими представлениями о прекрасном и уходили. А через пару недель выяснялось, что жители окружающих домов и пятых возмущения. Лавочки стоят не там, с детской коляской не проехать, в инвалидной коляской тем более, асфальт положили безуклонно и после первого же дождя дом превратился с вами. И все сначала давай переделываем. Но постепенно мы осознали, что и в начале работы, и в середине, и в конце надо говорить друг с другом. Тогда и ресурсы будут расходоваться экономикой, потому что переделывать не придется. И уровень гражданского доверия и деятельного участия станет совершенно иным. Вот этот нехитрый принцип надо распространить абсолютно на все направления нашей деятельности. Ведь наша так называемая информационная политика все еще носит в основном односторонний характер. Где-то что-то опубликовали, вывесили некую татуисту на неком сайте, которую еще пускать надо и умулируют. Производительность такого туда близка к нулевой. Настоящая информационная политика состоит не только в обеспечении прямой связи, хотя и в этом плане нам есть куда двигаться. Вот пропаганды и благостных диферамов к честному рассказу о проблемах и планах их решения. Но и главное это в обеспечении связи обратно. Хорошо, мы сообщили гражданам, как обстоят дела, но граждане что об этом думают, что советуют, подсказывают, далеко не всегда мы об этом знаем. А значит не можем адекватно реагировать. То, что я говорю, не голосовная критика и не благие пожелания, а сегодняшняя особая реальность. Взгляните, например, на свежие рейки субъекта федерации по уровню открытости бюджетных данных, составленной по закону Министерства финансов, измеряющей в том числе вовлеченность граждан в процесс бюджетного планирования и контроля. Мы там только на 40-м месяц, а по разделу общественного участия десятки учреждений. На основании уже изложенного поручаю первое, аппаратно-губернатора до 1 января 2017 года подготовить предложение по созданию проектных комитетов по каждому расходному обязательству. Проектным комитетом до 1 февраля 2017 года подготовить дорожные карты по оценке расходных обязательств, выработки предложений по их оптимизации, включая сокращение расходов на управление, причем не только областного, но и муниципального уровня. Кроме того, проектные комитеты должны подготовить предложения по повышению эффективности процесса в рамках межведомственного взаимодействия. Второе. Шевчик Наталья Александровна также до 1 января 2017 года представить предложение по созданию проектного комитета с участием векторов в УЗД. Поручаю проектному комитету до 1 февраля 2017 года подготовить должную карту, содержащую предложение по повышению качества работы нашей высшей школы. Третий. Заболонный Евгений Борисович в те же сроки представил мне состав проектного комитета с участием глав муниципалитета, целью деятельности которого будет подготовка предложений по формированию комфортной среды проживания. Жду от этого проектного комитета соответствующую дорожную карту к 1 февраля будущего года. Четвертый. Белянскому Павлу Викторовичу поручаю в те же сроки подготовить предложение по составу проектного комитета, который представит дорожную карту совершенствования в новом экономических условиях информационной политики регионального правительства и органов местного самоуправления. Под итогу сказано, что бы там не врали скептики и циники честность улучшая политика. Так было и люди. И этого правила мы должны держаться. Потому что слова честность и честь от одного корня. А что до тонких времен, да разве бывают университетки? Полторы тысячи лет назад один из отцов церкви Агустин Блаженный сказал, плохие времена, тяжелые времена, вот что люди не устают повторять. Но давайте жить хорошо и времена станут хорошими. Мы и есть времена. Таковы мы, таковы времена. Будем же меняться сами и так преображать выпавшие на нашу долю времена. А вместе с тем будем хранить тюменскую честь, которую мы наследовали от наших отцов и дедов. И передадим ее не за пятнами, нашим детям и лунам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ